Всем привет, дорогие зрители, вы на территории империи зла. Ну что ж, завершился последний матч субботнего игрового дня, 16 сентября 2023 года. Этот день, а равно как и этот тур, восьмой, получился очень ничейным вообще из всего этого дня, а равно как из всего этого тура на данный момент. Только лишь один матч не завершился ничью, вот про него мы с вами сегодня поговорим. Поэтому я вообще ожидал, что ничейная серия в этом туре проживется уже на втором матче. ЦСКА Крилецаэтов, кто-то из этих команд победит. Очень хотелось верить, что это крылья, но крылья не победили, но слава богу не проиграли. Ахмат Краснодар тоже думал, что кто-то победит, а Спартак Сочи, я думал, что наоборот будет ничья. Потому что у Спартака игры не было совсем. Вот вообще игры не было у Спартака. Были какие-то моменты, были какие-то насколки, были какие-то удары очень мимо, были какие-то удары по воробьям. Справедливаясь разница, стоит сказать, что игры не было у Сочи. У Сочи вообще была игра, только вот достоять ничью. Редкие, еще даже более редкие, чем у Спартака моменты. Единственный шанс более-менее реально забить, это Набо с углового. И откровенная игра на ничью. Но Спартаку помог случай. Дмитрий Хохлов, главный тренер Сочи, зарасходовал все пять замен уже к 70-й минуте. Там поле на открытии арене было готово очень плохо. Все падали, травмировались. Как с одной стороны, так и с другой. И вынуждение замены пришлось сделать уже в первом тайме. В результате, когда на 87-й минуте Ваня Наркушич получил повреждение, несовместимое с игрой в футбол, оказалось, что все пять замен уже исчерпаны. И Сочницам придется отбиваться в меньшинстве. Ну, Спартак, каким бы он ни был безыдейным, безыгровым, десятерым Сочницам запихать все-таки должен был. Потому что если бы он вообще десятерым Сочницам не запихал, то был бы уже полнейший зашквар. И после этого бы остались уже, просто бы погнали с санными тряпками. Подальше назад куда-нибудь в свою Испанию. Сейчас все вот эти вот мамкины хитерасты, мамкины прогнозисты, фанаты и фанатки, вернее сказать, Абаскаля, они говорят, это очень важный в психологическом смысле момент. После него Абаскаль вернется править на куклане тех. Еще я не спорю, это серьезно такие эмоции забиты на 91-й минуте, при отсутствии игры, когда все против тебя вроде бы, ну, на самом деле, когда все за тебя, когда ты выше уровнем, когда соперник тупой, когда соперник вообще не играет, просто отбивается. Как этого соперника на одного игрока меньше. Вот извините, ЦСКА сегодня действительно забивал, когда все было против него, когда счет 0-2, когда удаление вели на роши, когда крылья вроде должны поддавить, при этом, ну, правда, и то крылья сели сами в оборону. Вот, ну, а Спартак забила, как-то все ему благоволило. И знаете, кто забил? Нет, не Квинти Промес, даже не Александр Соболев, не Теубан Ганда, который уже того момента заменили, забил. Центральный, мать твою, защитник Сержан Бабич. Сержан Бабич, центральный защитник. Стоит отметить, что до гола Сержана Бабича, Спартак в игровое время на протяжении более чем трех игр не мог забить ворота соперников в чемпионатах России. В чемпионате. Вот Соболев на 81-й минуте игры Спартак Зинни забил. Вот прошло 81-й минуты игры с Ахмата, 81-й минуты игры с Краснодаром, 81-й минуты игры в Сочи. Вот три игры, вот так, три оборота стрелки паркультивость. И вот еще спустя 10 минут, три игры 10 минут, центральный защитник все-таки запихал десятерым сочницам мяч в ворота. Не, ну, еще, я, в принципе, я всегда говорю, верьте. Если вы хотите, верьте, что Баскаль после этого просто вот разорвет на кукане всех. Да, это очень серьезная эмоция, забить в концов. Но это такие же вакуумные эмоции, какие были, например, у Зенита после гола Ильи Скроботова ворот в Динамо. Тогда тоже казалось, что все попрет, что Зенит вернется на медальное место, а то вообще вернется на первое место. Правда, очень многое должно было сложиться, все ради этого, но это все-таки осталось в вакууме. Илья Скроботов сам по себе больше, кроме этого, ничем за Зенит не запомнился. Собственно, Зенит после этого сыграл позорно абсолютно в ничью 3-3 в Туле. Позорно сыграл 0-0 дома с ССК, а где должен был выигрывать 3-0 минимум. Просто у нас в атаке был заболотный, заблюотный, который не забивал нихуя. И также точно позорно про социальную леденую локомотиву Черкизова. Вот если три игры, если выиграли, конечно, боролись бы за медали. Но вот тот выигрыш на Динамо, он был в вакууме. И я еще тогда говорил, что этот Зенит, он не войдет в Трук. Еще даже в начале апреля 18-го года говорил, что этот Зенит в Трук не войдет. Потому что у него нет игры. И Зенит в Трук не вошел. И вот та победа на Динамо, последним минутом она стала просто радостью в вакууме. Честно, вот по этой игре, вот этого Спартака, у меня нет никаких иллюзий относительно того, что вот с этого начнется возрождение. Великого Спартака. Если начнется что-то подобное возрождению, то начнется, я думаю, с какого-то изменения в тренировочном процессе. Но это за неделю. Кардинально изменить тренировочный процесс так, чтобы они прям вышли разрывать. Но я в это не верю. Что, ну, радость еще. Это радость на вакууме. Да, все, кто сыграл до Спартака и Ростов, Ростов, сейчас уже не конкурент, битый за медаль. Все, кто сыграл до Спартака, они сыграли венщиво, Спартак победил. Но это точно такая же радость на минуту, как вот та же победа с Динамо. Тогда, насколько я помню, Спартак тоже проиграл. Конкурент Зенита битый за медали, насколько я помню, Ахмату. Или нет, Урал. Урал, пожалуйста, Спартак. А Зенит выиграл у Динамо. И тогда мы почти подбираемся. Все отступились, мы подбираемся, подбираемся, подбираемся. И... Ну, я вам скажу так. Все подряд в ничью, все туры играть не будут. Все равно будут побеждать конкуренты. И вот это, это разварокс. Если бы была игра, если бы не просто вот эмоции, не просто кураж, да, центральный защитник запихал в ворот 10-х сочинцев мяч. Если бы действительно было на что посмотреть в атаке, я бы говорил по-другому. Но вот этот Спартак, он кроме того, что он будет биться, выкладываться на все сто, я никаких иллюзий на этот Спартак не строю. Он будет бороться, да. Но эта борьба, она будет за 4-е, 5-е места. Честно сказать, с таким уровнем игры за 4-е, 5-е места. Вот и все. Чтобы было как-то иначе, надо, чтобы были предпосылки. Предпосылок нет. Усиления трансферного на рынке нет. Прогресса серьезного в качестве игры нет. Если что-то будет, то это явно не будет никак. Ну, или, вернее сказать, почти никак. Связано с затолканным голом Бабища. Вот и все. Но этот гол какое-то значение все-таки имел. И для меня в том числе. Я когда увидел концовку этого матча, я вспомнил одну историю, которую я хотел рассказать вам, дорогие зрители, импери зла. Еще в июле, 6 июля, но почему-то руки у меня тогда не дошли рассказать. А сейчас я ее вам расскажу. Вы, наверное, и так уже ее знаете. Фигурист Роман Костомаров. В январе 2023 года был госпитализирован. По-моему, насколько я помню, с двусторонней пневмонией. И его пришлось несколько раз ампутировать. Ему конечность. Он сам недавно говорил, что его жизнь никогда не будет прежней. Но вы знаете, дорогие зрители, сколько процентов составляли шансы Романа Костомарова вообще выжить. А я вам скажу, 2%. 2% составляли шансы Романа Костомарова выжить. И вот я после этого голубавича вспомнил, как хотел вам рассказать про эту историю. А знаете, почему я вам хотел про нее рассказать? Потому что как только вообще эта история всплыла в медиа, с пневмонией, с шансами выжить, мне сразу вспомнилась одна история, от которой я в прошлом сезоне серьезно комплексовал. Ну, точно такая же история, как одна 40-летняя девочка, заболела пневмонией, и тоже у нее якобы были ничтожные шансы выжить, но она выжила. Правда, ей там еще не ампутировали. Фанаты пели под ее окошком веселенькие песенки. И вот по этой самой песенке Спарточок рвал в прошлом сезоне всех на кураже. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ня-ня-ня-ня. Но и то, к карману Костомара у меня уже намного больше, чем вот к этой вот девочке. Мне было просто интересно, вот эта история с Костомаром, она так же завершится? То есть он выживет или... В итоге все-таки он выжил, это хорошо. Вот. Я себе задавал вопрос. Вот. Я к чему рассказывал? Я себе задавал вопрос. А если бы у этой вот змеи-жабы шансы выжить, составляли бы всего лишь 2%, я бы так сильно убивался, да, как... Так же сильно убивался, как убивался в сентябре 22-го года, что она выжила, да? Я вот сейчас думаю и однозначно ответ пока дать не могу. Но однозначно я бы убивался, потому что какую-то роль эта история в моих отношениях, в том числе личных отношениях, сыграла. Могла бы сыграть роковую роль, слава богу, не сыграла роковую роль. Вот. Но если бы 2% было, что она выжит, и если бы она после этого всего выжила, если бы я после этого всего... Если бы от меня ушла девушка, вот там я бы сокрушался на все сто. По сути. Это же надо так. Это такой злой рок. Но... все закончилось хорошо. И... сейчас... Ребят! Еще носы повесили. Да, Спартак победил. Да, все обосрались. Спартак победил. Ну, во-первых, наш матч еще в запасе. Во-вторых, основная их энергия, просто вот прилив, нереальный зверский прилив энергии, зверины. Не от своих побед, запомните, а от наших обсеров. Мы завтра играем, кстати, на малой родине вот эту вот 40-летнюю девочку, которая лечилась очень так же от пневмонии. И у нас есть все шансы не дать троллю энергии, не накормить тролля. У нас есть все шансы сыграть успешно и довести этот матч до победы. Если мы будем биться и бороться до самых последних секунд. Если мы не будем выключаться из игры, как тот же Ростов после 85-й минуты в Калининграде сегодня. Я, кстати, хотел сегодня похвалить Ростов, что они вздрючили Могилят, но хуй с ними. Буду хвалить кого-нибудь другого. Все равно баланское говно и со дна турнирной таблицы он не поднимется. Даже вот этот великий камбэк ей нихера не поможет. Вот и все. Ну и Зенит не вешайте на осы, не ссыте. Они не настолько терминаторов, чтобы после одной только своей победы всех рвать. Если ты не обосрешься завтра, если ты наберешься три очка, они сдуются. Потому что их прилив это не их победа. Это твоя осечка. Если ты не оступаешься, не осекаешься, у них зверины нет и не будет. Они будут в вакууме выплескать энергию. Но ни к чему реальному эта энергия, этот выплеск энергии не приведет. если ты не дашь им шансов. Не дай им шансов. Покажи, что ты сильнее тринадцатой команды лиги. Рубин это ведь не тот самый Рубин, который рвал Барселону на Компноу. Это даже не тот самый Рубин, который четырежды подряд у тебя Зенит выиграл. Суперкубок 2012, две игры в сезон 19-13 и первая игра в сезон четыре раза подряд Рубин. Но это не тот Рубин. Это Рубин Донный. Даже при том, что он характерный, но он Донный. У него можно выиграть, у него реально выиграть. Да, у тебя нет Макмана, у тебя есть Изидор, у тебя есть Вендул, Клаудиню и Сергеев с Кассиерой. Сергеев! Я лучший бомбардир Лиги Кассиера. Ты можешь, Зенит, все ты можешь. Ты всегда мог. И завтра тоже сможешь. Вопреки всему и вопреки всем.